В Чувашии появился штаб народных дружин. Соответствующий указ подписал Михаил Игнатьев. В основном это молодые люди, есть даже девушки, которые хотят, чтобы людям в городе жилось спокойно. Они оказывают значительную помощь правоохранительным органам. Подробности у Рифатов от Кулина. Перед выходом на дежурство обязательный инструктаж. Сотрудники полиции получают ориентировки и списки адресов. Затем происходит распределение на группы и дружинники вместе с полицейскими отправляются патрулировать улицы Чебоксар. У них нет ни погон, ни оружия. Зато хорошая память, острое зрение, чуткий слух. А еще ответственность и патриотизм. Полицейские считают волонтеров своими коллегами. Основная работа народной дружины – выявление, пресечение административных правонарушений и борьба с преступностью. Конечно, в перестрелках неподготовленные активисты не участвуют, но вполне могут повлиять на тех, кто курит в неположенных местах, распивает алкоголь или занимается мелким хулиганством. Костяк движения составляют студенты. Будущий юрист Дмитрий Орлов в народной дружине почти год. Я хотел поподробнее узнать изнутри, как работает народная дружина, познакомиться с деятельностью сотрудников полиции, потому что я стремлюсь в дальнейшем работать в полиции, в органах внутренних дел. Можно столкнуться со сложностями, с такими, как неподчинение сотрудникам полиции, с невменяемыми людьми, то есть под состоянием наркотического, алкогольного опьянения. Для добровольцев предусмотрены и денежные выплаты – 100 рублей в час. Друзья по студенчеству предложили мне проявить гражданскую позицию. Я пошел, посмотрел, мне очень понравилось. Тем более, это неплохая подработка для студента. Желающих оказать посильную помощь сотрудникам правоохранительных органов немало. Только в Чебоксарах на сегодня официально числится более 130 дружинников. Обеспечивать общественный порядок нужно и в будни, и в праздники. Дружинники вносят заметный вклад в эту работу. За 6 месяцев 2018 года народные дружинники 7652 раза задействовались в обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении 2161 мероприятия. При их участии выявлено 2650 административных промышлений и 15 преступлений. Следует отметить, что народные дружинники при исполнении своих обязанностей находятся под защитой государства. Их законные требования о прекращении противоправных действий обязательно для исполнения всеми гражданами и должностными лицами. В случае неисполнения таких требований предусмотрена административная ответственность. Студенты и пенсионеры, работники сферы ЖКХ и даже воспитатели детского сада. Стать дружинником может любой желающий. Требований немного. Нужно быть старше 18 лет и не иметь проблем с законом и здоровьем. Рифат Фаткулин, Валерий Резюков, Республика.